Общественный фонд Уркиниетта Килищек в этом году реализует в октаву проект «Особенная лига за инклюзию» при поддержке фонда «Евразия». Ранее фонд проводил тренинги для логопедов, сейчас для дефектологов и психологов из городов и районов области. Главная цель двухдневного тренинга – обучить специалистов, которые работают с особенными детьми. В дальнейшем планируется провести тренинги для родителей и для самих людей с ограниченными возможностями. Тренинг собрал более 30 участников со всех городов и районов области. Это дефектологи и психологи, которые работают с особенными детьми с диагнозами задержка речевого, психоречевого развития, аутизм. Здесь специалистов обучают, как работать с маленькими пациентами и их родителями. Здесь будут практические занятия, как выявлять такие диагнозы, как аутизм, расстройство аутистического спектра, диагнозы ЗПР. Как с ними работать, как выявлять причины, как консультировать родителей и другие вопросы будем рассматривать. Вообще, в целом, задача проекта – организовать, мобилизовать все заинтересованные стороны. Это специалисты, которые работают с особенными детьми, это специалисты-психологи, дефектологи. В том числе мы хотим активизировать инвалидов самих, чтобы они были активными, и мам особенных детей. В Мангистау зарегистрировано около 8 тысяч детей-инвалидов, и ни школа, ни детский сад в большинстве случаев не принимают таких особенных детей. Поэтому многие остаются за бортом. Для того, чтобы вовлечь таких детей в общество и социализировать их, в школах создаются кабинеты инклюзии. Но чтобы работать в них, нужны специалисты, а их зачастую не хватает. Особенно эта проблема актуальна в районах. Я из Тубкараганского района. Работаю в школе. В нашем учебном заведении трое детей на инклюзивном обучении, и 12 учатся в специальных классах. В каждой школе и в детском саду должны быть специалисты для работы с такими детьми. Это дефектологи, логопеды, по два психолога. Но не в каждой школе есть хотя бы один из таких специалистов. Дефицит кадров в районах острый. Нет и специализированных центров для таких детей. Я как раз планирую открыть подобный центр. Психологи говорят, основная проблема в том, что детей с задержкой развития либо проблемами в развитии выявляют слишком поздно, в среднем в 5-6 лет. Причина в том, что нет специалистов для ранней диагностики. Этому и обучают на подобных тренингах. В будущем такие тренинги пройдут для мам и для самих людей с ограниченными возможностями. Общественники уверены, такие люди могут сами себе помочь в решении проблем, не дожидаясь помощи от государства. Их научат, как создать НПО или как развивать социальное предпринимательство. Ольга Золотых, Ролан Аметулы. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова